Всем доброго времени суток! Решил сегодня еще маленько помармышить, тем более есть повод, получил сегодня посылочку от Алексея Ушакова, прислал мне новый свой силикончик, который там сделал, вот говорит, подсадил на мармышинг, вот теперь говорит, мучайся, ладно, сейчас проверим, приехал вот на такое. Интересное место, не был я здесь, ну и не то, что не рыбачил, вообще не был, ну не знаю, лет 10 точно, хотя пацанами тут рыбачили. И от дома здесь буквально, ну там 15 минут езды мимо проезжаю практически постоянно, как на мельницу еду. Ну не знаю, сейчас пробегусь, посмотрю, рыбка вроде какая-то играет, ну по крайней мере пару пескарей ты должен поймать. Заодно и потестим силикончик. Погодка не очень радует, вчера хотел выехать, дождь пошел, ну как обычно, пока на работе погода хорошая, как на рыбалку, так гадость какая-нибудь. Ну и сейчас, пока время есть, время тоже на рыбалку немного, тоже хотел-то пораньше, как обычно пока, то все, и время опять седьмой час уже, наверное, с тем скоро. А пять часа полтора от силы, за темноты, ну потестим, посмотрим. Практически в незнакомом месте, незнакомый рельеф, так что думаю, мормушек сейчас накрываю здесь немерено. Ну ладно, загадывать не будем, вперед. Вот такая вот посылочка сегодня пришла от Алексея Усакова, и здесь он мне пришлал всякие интересные силикончики. Примерно так, танточки, игрохотики вот, здесь смотрю, вот интересная вещь, такое что-то подобие изи шайдера, двухцветный. Тут спирмики, сейчас будем смотреть, будем пробовать разных, и здесь вот еще плитового. Бонус, бонус от благодарного ученика, оба-на, спасибо, Алексей, спасибо. Ну-ка, что это тут за бонус-то? Оба-на, а здесь у нас вот такой, типа джавастика, поляриса, но двухцветный. Ну, головка, видно, белая была, маленькая она покрасилась. Ну, и его сегодня попробуем. Вот, друзья, начало, что поставлю, что поставлю, поставлю, поставлю вот такую красную танточку. У меня сегодня, она тоже один дюйм, ух ты, упала. Ну, такая, чуть потолще, как от атака. Такая вот, глянем сейчас, что за зверь, в незнакомой обстановке, по незнакомой рыбке. Вперед пробуем. Вот такая вот приманочка. Мормушка 0,45. Ну, будем пробовать рыбу ловить. Здесь что-то мелко, но под тем берегом, маленько, вроде поглубже. И должен там, по крайней мере, окунел какой-нибудь, не, аперикат мелко. А под кустики, глянь, кто там сидит. Может, на перекате потом попробую. Окун должен быть. И лес должен быть. Пискать, само собой. Надо вот туда кидать. Окунел. Аплодисменты. Окунел. Продолжение следует... 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 Ставлю вот такую коричневую тантру, этот цвет наш рыб любит. Посмотрим. Такая приманка, что она скажет. Погодка что-то не очень. Дожечек срывается уж и рыбка, поэтому неактивная такая. Тем не менее, что-то удалось поймать. Неправильную рыбу я приехал в неправильном месте ловить. Сейчас виброхотик какой-нибудь поставим. Там был такой беленький с красной головой. Посмотрим. Какого окунька удастся соблазнить. Сейчас поставим такой виброхотик. Что-то не знаю. Ребята, может, на изишайдер. Что-то еще на что-то. Ну да, похоже. Сейчас проверим. Может быть, надо слегка активную. Тести ручки вроде есть. Типа вот на такие. При этом карасишка отзывается. Ну что-то я в какое-то место неправильно приехал. Вообще мелко-то. Что? Поставлю бонус. Сейчас бабусь уплыть. Еще мелочится-то. Большая-то она, конечно, для мормушки-то. Ну ничего. Уж какой кунища соблазница. Крупняк. Иногда такое дело срабатывает. Здесь мелко здесь. О-о-о. Дернул кто-то. Фигася. Совсем погода скурилась. О, блин. Супер окуняра. Откуда взялся? Вот. Приманку покрупнее поставил. Ну, хоть что-то разловлю. Что-то изловлю. Окуня монстра. Иди. Ты откуда взялся? Что-то вообще такой тут. Я все мельчу. Может покрупнее надо как раз и ставить. О-о-о. Клюет. Ух ты. Видали? Поставил приманку покрупнее. Окунь, откуда взялись. Ну-ка, ну-ка. Так, ладно. Пойду сейчас еще туда схожу. Не, мелко, мелко. Сейчас вот там он прошел по кустам. Фигня там все. Вроде кажется, такой бережок классный. Огумина по колено. Не знаю, видно будет, нет. Не туда я маленько приехал. Тут если с тинкарой ельчиков ловить. Ну ладно, шош теперь. Сейчас все так пройдусь. Немножко пошевыряю. Может туда схожу. Там гляну еще. Может там что есть. Да. Да, тут тоже перекат. То есть тут тоже ловить. Сейчас тут ловить резона нет. Там местечко вроде есть. Но там, по-моему, тоже мелко. Сейчас пойду гляну. Не, такая же фигня. Вроде кусты. Думаю, что вот это мелко. Здесь с тинкарой, с мормышкой, с опарышем. Либо с мухой. За бродничек и ельца гонять. А ельц сейчас есть по ямкам. Здесь ямки. Чик его знает. Вот тут вроде места заросшие. Думаю, сейчас в их приходишь. А тут тоже мелко. Причем совсем. Может там поглубже. Может там какой рыб есть. Ага. Клевать пытается кто-то. Зацепился. Ладно, домой надо. Вон погодка какая. Какая тут рыба. Нашего. Не туда и не тогда я приехал рыбу ловить. Поеду домой. Рыбалка какая-то получилась такая. Рыбалка, не рыбалка. Что с погодой. Видите? Буквально за полтора часа. За какой? За полтора? За час потемнело. Дождичек пошел. Сначала вроде были какие-то поклевки. Ну а потом все. Ну тем не менее. Несмотря на такую погоду. Несмотря на то, что приехал не в то время, не в то место. Думал, что здесь хорошие. Такие местечки. По берегу проезжаешь, лучше здорово смотрится. А на самом деле мелко. Здесь хорошо с тинкарой гулять. А так с мормышингом. Ну может быть в жаркий день, когда Елес на перекат выходит. Может быть еще. Ну скорее. Чуть где-то поглубже. Буквально там полметра, чуть побольше. Уже начинает появляться окунек. Но тем не менее. Силикончик от Алексея Ушакова затестил маленько. Если уж в таких условиях ловит, то думаю, при благоприятных условиях ловли и в том месте, и в то время, думаю, ловить будет вообще отлично. Я на него уже не первый раз ловлю. В принципе, силикон рабочий. Ну, вот такая вот погода у нас приключилась. Ну, тем не менее. Так что, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Думаю, до льда еще успею побегать. Ну, сюда больше не поеду. Поеду в другое место. Всем пока!